Начала наша деятельность организация 21 декабря 2016 года. Это была инициатива наших медиков, которые сейчас ныне работают в разных странах по своей профессии. Тут у нашей организации не только азербайджанцы, есть представители других национальностей, которые просто хотят нам помочь, которым нравится наша деятельность. Занимаемся разной деятельностью, как вы уже сегодня видели, начиная от благотворительных акций, заканчивая культурно-массовыми мероприятиями. Также у нас в организации проходят своего рода познавательные вечера. То есть это может быть вечер поэзии, это может быть вечер истории, зербайджанской истории. Тверская областная станция переливания крови занимается тем, что обеспечивает наши лечебные учреждения компонентами крови, безопасными и эффективными. Для того, чтобы врачи в больницах могли оказывать качественную трансфузиологическую помощь пациентам, которые в ней нуждаются. В своей работе мы часто используем контакты с общественными организациями. У нас хорошее взаимоотношение с землячествами. В частности, сегодня у нас пришли сдавать кровь представители азербайджанского землячества. Мы с ними работаем уже не первый год и удовлетворены тем, как люди относятся к этому почетному долгу, обязанности, велению сердца и так далее. Огромное им спасибо за это. Активно граждане приходят к нам. Ежедневно у нас порядка от 40 до 50 человек сдают кровь. В год мы заготавливаем более 6 тысяч литров донорской крови. У нас в области порядка 4 тысяч заслуженных доноров России. Поэтому у нас очень активно донорское движение развивается. Особенно активно в последнее время принимает участие молодежь. Это студенты наших высших и средних учебных заведений. Во-первых, мы предоставляем компенсацию на получение питания. Это порядка 5% от прожиточного минимума в Тверской области. На сегодняшний день это составляет 560 рублей. Кроме того, донор получает 2 дня отдыха, в том числе и в день сдачи, которые могут быть присоединены к ежегодному отпуску. При 40 кроводачах рассматривается присвоение звания почетный донор России. Где там человек получает уже ежегодную выплату в размере, не могу точно сейчас сказать, но это где-то порядка нескольких тысяч рублей, льгота такая денежная. И пользуется, кроме того, бесплатным проездом, пользуется первоочередным приемом в больницах и так далее. Вы помогаете людям, которые нуждаются в компонентах крови. Потому что если человек не сдаст кровь, то нам же ее негде взять. У нас же все это добровольное. И если ее негде взять, значит в какой-то момент рожающая женщина, больной ребенок, взрослый человек, попавший в травму, останется без помощи. И это грозит серьезными последствиями вплоть до вопроса быть или не быть на данном свете. Продолжение следует...